Друзья, всем привет, с вами Слипи и сегодня на моем канале наконец-таки новый формат, новое шоу, которое называется «Морской бой». Сегодня мы проверим, как хорошо знают моего первого гостя контакты из его телефонной книжки. Ну а моим первым гостем стала Екатерина Голышева. Встречаем, аплодируем, все-все-все-все, да-да-да. Привет, моя подружка. Привет, как давно не виделись, мя-мя-мя-мя. Это уже какая-то традиция, что ты всегда первый гость в моем шоу. Ну да, я просто единственная, кто соглашаюсь. Когда мне, знаете, говорят, Катя, приди, нужно снять пилот в 11 вечера, я такая, да, вообще без проблем. У меня вообще нет никаких планов. Нет, это не пилот, это все выяснилось. Да? Нет? Ну, короче, вот такой вопрос к тебе, на который я знаю ответ, но давай расскажем нашим зрителям. Насколько ты доверяешь вообще своей… Тебе вообще ни на сколько. Это я знаю. Свои контактные книжки, своим контактам, своим друзьям, всем тем, кто у тебя записан. Ребят, я вам хочу сказать очень важные слова. У меня очень мало контактов. Я потому что не записываю номера. Я знаете, когда вот там мне дают номерочек там алкоголя 24 часа там, который работает, я, конечно же, запишу. И поэтому первый контакт вообще в моих контактах – это Азиз Вино. И у меня нет других контактов. Там кто-то из Перми. То есть я вообще не записываю. У меня все в Телеграме есть. Азиз Вино. Азиз Водка 24. Да-да, примерно это так работает. Я еще хотела сказать тебе, вам, что я не люблю разговаривать с чужими людьми по телефону. Особенно я не люблю все шоу, которые связаны с телефоном. То есть где нужно набирать какой-то номер. Пожалуйста, срочно, быстренько ответь мне на вопрос. Мне просто сразу говорят – иди в жопу там или скидывают. Я поэтому очень не хочу сейчас вот это делать. Знаете, сегодня ты, скорее всего, сделаешь то, что ты больше всего не любишь делать. Проиграешь. Нет, я не проиграю. Давайте играть. Ну, а прежде чем мы начнем, расскажу о правилах игры. Правило шоу. Перед гостем находятся две чаши. В одной из них вопросы, которые он будет задавать людям из своей телефонной книжки. А во второй – рандомные контакты, которые будут помечены буквой и цифрой, как в игре «Морской бой». Если контакт не отвечает на вопрос, следующий звонок гость выполняет с усложнением, а именно с расширителем для рта. Также у гостя будет бонус – это возможность два раза за игру позвонить друзьям из телефонной книжки. Если контакты гостя отвечают больше, чем на половину вопросов, то гость побеждает. Если меньше, то ему предстоит выполнить музыкальное наказание от Слиппи. Погнали. Я достаю что-то? Давай я достану вопрос, который ты будешь задавать? Или ты сама хочешь? Я сама хочу. Ну, конечно. Пожалуйста. Вопрос. Варим, варим, каши варим и шаманим, и искаем. Назови мое отчество. А я, кстати, не знаю. А, нет, стой. Это никто не скажет. А там вопросы про меня, что ли, все? Да. Позвоню Азизу Вину. Азиз, какого цвета мои глаза? И что он мне скажет? И он мне скажет, дорогая. Недесная. Вино красное, вино белое, какое хочешь, глаза цвет не знаю. И что? Глаза цвета. Мои красные глаза, как вино. Так, я вот это вытягиваю? Подожди. Я хочу очень вспомнить твое отчество. Давай. Екатерина. Твой папа приезжал, я же знакомилась с ним. У нас было знакомство с родителями. Угу. Евгеньевна. Да. Екатерина Евгеньевна. Так, я ищу. Так, Г1. Гадалка Патриция. Она гадалка, она угадает твое отчество. Она вот так вот. Она мама, она по-любому спит. У нее детки. Зачем звонить гадалке? Не спрашивайте, пожалуйста, откуда у меня вообще гадалка. Все, я звоню. Жизнь тяжелая, судьбу нужно как бы разведывать. Как мне сейчас будет стыдно. Господи, как стыдно это. Очень стыдно. Я ее на спину по-любому. Можно спросить. Все, она не берет. Ну тогда. Все. Господи, слава Богу, ты не ответила, гадалка Патриция. Как я рада. Она, наверное, увидела, что это аккуратно. Я выполню любое задание, только спасибо, пожалуйста, что ты не ответила. У тебя есть сейчас шанс позвонить кому-то другому, которого ты выберешь сама. Ты хочешь воспользоваться своим шансом позвонить? Мне кажется, там вопросы будут поинтереснее, чтобы воспользоваться этим шансом. Я не хочу его выпускать просто так. Ну, значит, сейчас твой звонок будет с усложнителем, потому что человек не ответил тебе. Давай! Усложнитель в студию! Мне уже страшно, что вы там сделали. Что это такое? Это такой стоматологический расширитель для рта. НО! Вы все увидите мои зубы некрасивые. А его никто... Что ты руками грязными трогаешь? Его уже все трогали. Вы реально трогали? Нет. Я никогда не стыдалась. Нет, это не так. А как? Ты как делаешь? Вот так? Это вот так вот, по бокам. О, реально? А ты еще не вытянула. Такая? Да. Чай красивая? Давай. Следующий вопрос, который Екатерина Голошева задаст рандомному контакту из своей телефонной книжки. Имя моего первого парня. Коля. А прикинь, сейчас выпадет, типа, Коля. А ну, Коль, скажи, кто мой первый парень. Выбирай. Мне кажется, если бы кто-то другой был ведущим этого шоу, ты бы могла спокойно звонить мне. Я бы на все ответила. С5. Возможно, это я. Возможно, это ты. С5. Это Тим Сорокин. А он сейчас не в Дубае? Нет. Очень хорошо, что можно задавать вопросы, наводясь сюда. Сейчас. Как звали последнего царя России? Ну, это не сюда. Раз, два, три, четыре, раз. Тима Сорокин. Да е-мое, да что же такое? Тим сбросил звонок от Кати. Он не печатает, он не печатает. Он пишет, не могу говорить привет. Короче, Катя, раз уж вот такая ситуация, ты можешь позвонить следующему контакту под этой буквой. после Тима Сорокина. А следующий у меня Хола Хола. Я позвоню Холи Холи, хорошо, спасибо за исключение. В общем, друзья, следующий контакт после Тима Сорокина, у меня Хола Хола. В общем, это друг Сони, его тоже зовут Коля. А также раз отлично. Алло. Алло. Колян, привет. Слушай, тут такое прикольно, я раз и нахожусь на шоу, ты можешь, пожалуй, не умолчить и ответить на вопрос? Имя моего первого парня. Че? Где-то кто? Это Катя. Катя, Голоша. Что, че, алло? Алло. Коля, пожалуйста, быстрей, я сейчас нахожусь на шоу, у меня осталось 30 секунд, пожалуйста, моги не ответить на вопрос. Имя моего первого парня. Знаешь? Парня, что? Первого парня, как тебя зовут? Его так же зовут. Коля? Коля, да, да, да. Спасибо большое, расти, пожалуйста. Мне кажется, он обиделся на меня, что он сразу сбросил? Слушай, мне вообще кажется, он не хочет разговаривать. Мне кажется, он не хочет общаться с нами. Ну что ж, Кать, я тебя поздравляю, Коля стал первым человеком, который помог тебе заработать один балл. Супер, это уже ближе к победе. Можно ее больше пока не использовать, получается. Следующий звонок производится без расширителя для твоего прекрасного рта. Да, спасибо, что называла мой рот прекрасным. Что, ты готова? Я всегда готова. Получается, из двух звонков один успешный. Следующий звонок, да? Да, вытягивай вопросик, зачитывай его. Как назывался мой первый трек? Ты знаешь? Чупакабра. Чупакабра. Это мой самый нелюбимый трек. А теперь вытягивай человечка. Господи, это поможет мне. Д2. Молись, чтобы это был Димас Блок. Димас Блок не записан у меня вроде. А кто это? Даня Болт. Даня Болт. Но он ответит. А кто это? Знакомый из Добрянки. Но он в Москве вроде сейчас живет. Ответит на звонок или на вопрос? На звонок ответит, на вопрос не знаю. Что, звоню? Да. Слава Богу. Просто у нас с тобой осталось 50 секунд. Мало ли, ты знаешь, как называется мой первый трек? Чупакабра. Да, 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 да. Господи, спасибо большое. Все, прости, если разбудила. Все, все нормально. Все, спасибо. Давай, пока. Даня Болт ответил за 21 секунду. Господи, как неловко. Почему я не люблю звонить людям? Я люблю, когда мне звонят. Я не люблю звонить. Ну, Кать, я тебя поздравляю. У тебя из трех раундов два в плюсе. Это очень хорошо. Это значит, я ближе к победе. Это значит, что ты можешь расширить Эль-Артань. Ты что, шугаешься? Я тебя боюсь. Нет. Чувствуешь, успехом пахнет. Блин, даже настроение, знаете, поднимается. Да, и хочется вот прям это. Давай. Я готова дальше. Давай, вопрос. Вопрос, который Катя задаст следующему человечку. Давай, 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 давай. Знак зодиака. Уху! Лев! Да я знаю, что ты все про меня знаешь. А люди, которые вообще как бы в моем контакте ничего про меня знают. А здесь вино. Я очень хочу, чтобы выпало здесь вино. Это очень прикольно. Давай. Так, ладно. Р-2. Р-Р. Р. Пытайся вспомнить твоих друзей на Р. Рипси. Звони, она не спит точно. Рипси поздно ложится. Так, вопрос. Вопрос, знак зодиака. Все, я звоню. Она была у тебя на дне рождения? И она девочка. Все, тихо, тихо, давай я звоню. Я очень надеюсь, что она мне ответит. Девочка должна шарить за знак зодиака. Оставайтесь на линии или перезвоните позже. В настоящий момент абонент разговаривает. Может, она сейчас бросит абонента, с кем разговаривает? Просто проблема в том, что я, скорее всего... Алло. Алло. Алло, Рипси, привет. Это Катя Голышева. Смотри, ситуация такая. Я сейчас на шоу. У нас очень мало времени. И у меня к тебе вопрос. Я очень хочу, чтобы ты мне помогла. и я ответила на него. Знаешь ли ты мой знак зодиака? Подожди, Даре, у тебя было лето. Да. В августе у меня было? В августе лев. Да, 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 да. Блин, спасибо большое. Я тебя не разбудила? Нет, я на квест иду. А, ну все, супер, все, давай. Целую, спасибо большое. Давай. Я тоже на квест хочу. Два. Второй человек справляется за 21 секунду, друзья. Я очень рада. Из четырех человек три ответила. Это значит, что... Это значит, что я выиграю в твоем шоу. А мне кажется, это больше значит. Может быть, у тебя все-таки есть друзья? Возможно, да. Постойно просто зайти в телефонную книжку. Все, давай дальше. Мне это очень нравится. Давай. Варим, варим, каши варим. Опа, очки. Сколько стран я посетила. Ой, стой. Я сейчас... Я даже сама не знаю. Давай, пап, посчитаем. Давай сначала, как мы начали путешествовать. Бразилия, Мексика, Дубай, Египет. Подождите, Египет это не страна. Или страна? Египет это страна, дура. Страна? Да. Окей. Танзания. Мальдивы. Шесть. Шесть стран, не считая России. Казахстан. В Казахстане это было. Семь. А когда ты в Казахстане была? Двенадцать. Ну, мы же Турцию не считаем, потому что мы там чисто так пересидели. Ну, в плане. Пересадку. Так, семь. Окей, хорошо. Семь стран. Угу. Прошу вытянуть контакт. Так, подожди, я хочу подумать, как ты будешь это наводить. Да. А я, кстати, придумала очень хорошую наводку, которую бы я сказала. М1. Итак, кто у тебя под буковкой М номером один? Вы не задавайтесь странным вопросом, но у меня под М1 муж. Ты замужем? Да. Еще с колледжем, между прочим. Реально? В общем, муж это... А, это Кирилл. Это Кирилл. Это ее лучший друг, друзья. Я надеюсь, что он не спит, но он живет в Москве, и если даже он спит, я надеюсь, что он проснется. Мне ему вообще не стыдно звонить, я звоню. Я придумала. Может, не надо? Пожалуйста, ответь Кирилл. Если человечек сейчас не ответит, Екатерине придется совершать следующий звонок с расширителем для рта. Ну, так, напоминаю, на всякий случай, мало ли вы забыли. Меня это очень радует. Ой! Как жалко, что твой лучший друг не ответил тебе. А знаете, что я хотела сказать? А у него день рождения, это 7 числа, и вот такая, какого числа у тебя день рождения? Это очень хорошо. Смотри, ты можешь воспользоваться своим шансом и позвонить кому-то другому, которого ты выберешь сама. А на сколько вопросов ты должна правильно ответить, чтобы выиграть? На 6. А я ответила уже на сколько? На 3. Можно будет еще 2, 2, мне нужно, чтобы... Да. Катя решила воспользоваться шансом, одним из двух, и позвонить человеку, которого она выберет сама, который точно ответит, в скольких странах она была. Точно мне ответит Герман. Я позвоню Герману. Но, так как это шанс, ты должна надеть вот эту штучку в свой рот. Так, все, я заню. Блин, так рыгнуть сейчас хочется. Тихо, деревенька. Алло, деревенька, привет. Да, привет. Герман, слышу, срочно, ответь мне на вопрос. В скольких странах я была? Бразилия. Давай быстрее, у нас 70 секунд. 40. Бразилия, Мексика. Цифры, цифры скажи, цифры он считает. 3, 4, 5, Турция, 6. Турция, я не умерла. 7, нет? 7? Это твой окончательный ответ? Да, да. 7, правильно, ты такой молодец. 7, правильно. Катя, это не по правилам. Он еще не ответил, да или нет? Нет, в смысле, 7. Да. Поздравляю. 4 из 5 ответили на твой вопрос. Теперь можешь звонить без расширителя для рта. Спасибо большое, спасибо большое, что разрешаешь. Вытягивай, не читай. Все равно все будешь. Сколько у меня подписчиков в запрещенной грамме, в запрещенной социальной сети? У тебя миллион пятьсот, шестьсот, больше-меньше? Меньше. Триста. Миллион триста. Ну, это, кстати, первый вопрос, на который я не точно ответила. Ну, почти. Но это сложно. А три. А здесь вино? А здесь вино. А здесь вино, позвони мне, пожалуйста. А три. Хуй зит. Аля, вот. Аля. Звоню Але. Звонись Але. Аля, это наш менеджер, верно? Да. Я надеюсь, что она не спит. Че ей спать, да, так рано? Алифтиночка, приветик! Приветик. Че делаешь? Как дела? Слушай, короче, смотри, у меня к тебе вопрос. Сколько у меня подписчиков в запрещенной социальной сети? Можешь мне, пожалуйста, помочь ответить? Ответить у меня 40 секунд. У тебя 45, наверное. Сколько? Алифтин, пожалуйста, посмотри быстрее, просто сейчас. Посмотри, 20 секунд, Алифтино, пожалуйста. У тебя 1,3. Да, 1,3, все. Спасибо большое, Алифтин. Ты такая молодец, такая умница. Я тебя так люблю. А, ну ладно. Я тебя не слышу, все, давай, пока. Пока. Она ответила 5 миллионов сначала. Какие 5 миллионов? Получается, уже 5 человек из 6 ответили на твой вопрос. Это получается, если ты ответишь на еще один, точнее, твои друзья, то ты выигрываешь. Тебе не нравится это? И проигрываю я. Так, че, продолжаем? Продолжаем. Мне осталось, надо, чтобы последний человечек ответил. Ну, конечно, да. Что я люблю есть на завтрак? Я даже сама не знаю, что я люблю есть на завтрак. Ну, вот ты сейчас скажи, и это должно будет совпасть. Ну, ты любишь скрэмбл. Ну, да. Если честно, то да. Ну, это очень сложно. Скажу омлет. Ну, омлет, скрэмбл. Ну, да. Так, ладно. П6. А, ничего себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Знаете, кто мне под шестцом? Паша Креатин. Блин, это очень круто. Сейчас Катя звонит человеку, который в нашей команде. Алло, Пашенька, привет. Катя, привет. Как твои дела, родной мой? Все круто. Смотри, у меня есть сейчас 50 секунд, и я очень прошу ответить тебе на мой вопрос. Как думаешь, что я люблю есть на завтрак? А, время вам пошло уже? Да, да, да. Уже 40 секунд осталось. Что я на завтрак люблю есть? Давай. Блин, яйца. Ну, в каком виде приготовленные? Омлет, омлет. Да, все, я выиграла, Паша! Ты был последним моим человеком, которому я позвонила. Все, спасибо большое. Давай. Давай. Давай, пока. Блин, на самом деле это все гораздо проще. Все гораздо проще. Ребят, записывайте вот в свои контакты реально только тех людей, кто вот может вам ответить. Я вот сейчас вот убедилась в этом. Для тех, кто не понял, так как Екатерина Голышева сегодня, конечно же, одержала победу, потому что по-другому она просто не умеет. Да. Я выполняю наказание. Наказание у нас такое, значит. В общем, сейчас я буду выполнять наказание, Катя должна будет выбрать любой контакт в моей телефонной книжке, в которой я должна буду позвонить. Человек должен будет продолжить строчку с песней. А из какой? Которую я выберу. Ну, давай, выбирай, давай контакты, пока выбираю там песенку, я выберу самый лучший контакт. Короче, я выбираю трек «Недопарень», я буду говорить «Недопарень перед друг», «Продолжи», и человек должен будет продолжить. Если человек не продолжает, то я буду звонить до тех пор, и ты будешь выбирать контакты. На самом деле, это очень глупый выбор. Давай. Ну, в плане, ты понимаешь, что я сейчас выберу не кого-то там из наших знакомых, не кого-то из молодых ребят. Я сейчас выберу какого-нибудь Азиза Виной из твоих контактов. Ребят, если человек не продолжит строчку, то я буду звонить до тех пор, пока мне кто-то не ответит. И Катя будет выбирать постоянно эти контакты. И я чувствую, сейчас я больше, чем она раундов пройду. Так, я выбрала, пускай это будет, знаете, кто? Мишка Конфуз. А Мишка Конфуз, между прочим, ответит. Я думаю. Думаю. Думаю ответит. Просто мне очень хочется, чтобы ты позвонила именно на Мишке Конфузу. Ну, давай. Давай, звони. Мишка Конфуз. Я даже кайф сейчас поймать могу. Мишка, ну что за дела? Чего трубочку-то не берем? О-о-о-о! О-о-о-о! Мишка Конфуз меня, короче, слил, проигнорил. Да. Да, не повезло, конечно, было бы весело. Значит, позвоним... Стасу Шмелеву. Нет! Ну это очень тупо. Почему? А вдруг он спит, он взрослый человек. Ну, что? Ладно. Для тех, кто не знает... Она раньше по нему сохла. Да, в пять лет, когда смотрела сериал Ранеткин. Что-то... Ой! Соня, вы знаешь, у тебя такие контакты, конечно, это не друзья. Вот ты вот говоришь, что у меня нет друзей, я вот сама это видела, а у тебя вообще у самой нет друзей, никто тебе не отвечает. У тебя тоже гадалка Патриция не отвечает. Хорошо. Давай молодому Платону. Давай, он ответит. Да, давай. Эх, мне говоришь, очень жалко тебя. А почему так происходит? Потому что у тебя нет друзей. Алло. Платончик, родной мой, я нашел, тебе нужно... Добрую ночи. Добрую ночи. Я тебя разбудила, да? Нет? Ну так, я уже сыпаю. Прости, пожалуйста, просто продолжи, недопарень перед рук, следующую строчку. Ненавижу всех твоих подруг. Все, лучший. Дальше пропой. Ты нашел какого-то? Да, да, да. Что дальше пропой? Пропой дальше. Пропой дальше. Все слова, лишь пустой звук. Пачка сигарет украсит лук. Все, лучший. Прости, пожалуйста, что разбудила. Сладких снов. Спасибо. Круто, я поздравляю тебя, но это в своей третьей попытке, поэтому я скажу... Поэтому больше мы с Мишкой Конфузом и Стасом Шмелевым не дружим. Я знаешь, что хочу тебе сказать? Что? Малышка, не расстраивайся. Все у тебя будет хорошо, найдешь друзей. Вот я вот выиграла, потому что мне ответило 6 человек из 7. А ты такая... Ничего страшного, все будет хорошо. Я буду теперь общаться только с Платоном. Всех остальных удалю. Ну что ж, друзья, мы закончили. Катя выиграла. Я позвонила, совершила свой штрафной звонок. Это было шоу «Морской бой». Пишите в комментариях, как вам форматик, как вам вообще понравилось, не понравилось. Ставьте свои лайки. Дизлайки не ставьте. Подписывайтесь на канал. Не думайте, чтобы не подписываться на этот канал. Пишите в комментариях, кого хотите увидеть на этом прекрасном месте. С вами была Слипи и Катя Голышева. Всем пока-пока! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...